Добрый день, в эфире наша историческая программа Сделанная в Вятке, где мы затрагиваем те или иные исторические аспекты Кирова, Кировской области, Вятки Все это называем одним душевным объемным словом Вятка Сделанная в Вятке И снова мы сегодня в студии с Евгением Питуниным Это историк, краевед, руководитель музея наук Вятского гузуниверситета Евгений Альбертович, добрый день Немножко с печальной нотки хочу начать Я думаю, что стоит выразить соболезнования Родным и близким известного кировского историка Краеведа Александра Львовича Пашковского Который недавно ушел из жизни Вчера хоронили Очень внезапно и печально Много раз с ним встречались Были вместе в клубе летописец при госархиве В эфире неоднократно Вместе уступали Вот так уходит эпоха И сейчас личности такого масштаба Я не знаю, наверное, не скоро появится Довольно солидное наследие оставил Да, Витя Александра Львович? Понимаю, и в интернете очень много материалов Систематизировать, и у него и блог есть И исследования Я думаю, что, может быть, что-то и выйдет Смертно Еще раз приносим соболезнования Родным и близким Александра Львовича Итак, сегодняшняя тема наша Такая мужская У нас традиция уже сложилась больше на мужчин Мы ориентируемся, хотя не знаю Мы сегодня будем говорить о технике О технике очень известной Популярной в свое время Конкретная дата В этом году есть 60-летие с начала выпуска В Советском Союзе мотороллеров Знаменитые мотороллеры Вятка И буквально в конце июля Месяц назад В Вятских полянах Состоялось мероприятие В начале августа А, в начале августа Ну, практически месяц назад Состоялось мероприятие Посвященное этому Этой годовщине Круглой дате И вы непосредственно Принимали участие В данном действии В Вятских полянах Расскажите, что это было Кто собрался А затем мы, собственно, к истории перейдем Мототехники Вот, к сожалению Мотороллер Вятка Это такой известнейший бренд И не только Вятских полян Не только Ировской области А, пожалуй Ну, всей Нероси Тогда СССР Всего СССР Это уникальный мотороллер И вот юбилей Правда считается, что Вятские поляна и Тула Были Основными городами Основными городами Где, собственно, началось Производство этого транспорта Ну, мы к этому подойдем И вот нынче Шестидесятилетие состоялось И Очень странно, что Никто не вспомнил Ни на заводе Ни в области Ни в правительстве Что юбилей вот такого бренда Можно было все это Обставить Все это провести Гораздо масштабнее Единственное Кто спохватился Это Представители Сайта Советские мотороллеры Ну, это не только сайты Такое сообщество Все-таки Любители Реставраторов Любителей мотороллеров Любых Мотороллеров Советских Вот И В честь этого Был организован Мотопробег Собрались энтузиасты На вятках Ну, известных Как там Пузата Вятка Вот это первый выпуск Эпитант команды Алексей Лунц Минц Он ехал Аж из Мариуполя На вятки Сколько это он получается? Две с половиной тысячи В одну сторону Две с половиной тысячи Да Вот он На вятки проехал? На вятки На мотороллере Вятка Который максимум 50-55 километров Час бежит Аппарату Ну, 60 лет Плюс-минус Там сколько-то лет Вот тем не менее Он на вятки А там все родное Как это говорится Или что-то Заменены какие-то Нужные агрегаты Двигатели Там не заменить Там все настолько уникально Что уже ничего не подойдет Вот И были Такие же энтузиасты С сайта Были представители Из Ульяновска Казани И в Королы На мотороллере И в Казани Они все приехали Самое интересное Что автобус Техподдержки Был С номерами ДНР Ага Тоже из велика В принципе ничего Вот их объединяет Одно Вот эта страсть К мотороллерам Поэтому все было Довольно органично Вся вот эта команда Встретилась в Казани К ним присоединился еще Альберт На мотороллере Тула Ну тем не менее Альберт Альберт из Казани Из Казани Активист такой тоже Вот оттуда Оттуда уже был финишная часть Мотопробега Они отправились В Вятские поляны В Вятские поляны Пришлось Ехать мне И Был еще представитель Из Ирова Это очень интересный человек Евгений Это Он бывший директор Троллейбусного управления Который получал Гран-при На сайте Советские мотороллеры За Реставрацию За великолепную реставрацию Отличную Профессиональную Реставрацию Мотороллеров Электрон И Тула 200 Это первый мотороллер Я не рискнул Я бы мог поехать На мотороллер Но я подумал Что У меня нет сейчас Пузатой вятки К сожалению Лишился По определенным обстоятельствам Но это дело не относится У меня мотороллер Электрон С пробегом 73 километра Ну я вот думал Что в начале погоды Хороший Поеду А потом Вот представьте А если бы я поломался Один без техподдержки Поломался бы Где-нибудь Между Ужумом И Молныжем Где до ближайшего Жилья Там Клеметров Двадцать Вот И куда бы Ну может поменьше Но в принципе Соответственно Деревень мало И вот куда бы Я стал бы По обочине Толкать Или вызывать Техпомощь Ну вот что-то А сейчас даже жалею Что это было бы Очень романтично Если бы я Рванул Это в жизни Наверное Единственный Раз бы пришлось Если Будет 70-летие Мотороллера То это уже В 70 лет Может быть И риск Ну а почему нет Или там на 60 Буду готовиться Заранее Дай бог доживем Надеюсь Вот приехали Конечно Мы все эти поляны На уши поставили Были представители Четырех музеев Я музея Вятского Боза университета Потом моя дочь Представитель Исторического музея Выцепили Несмотря на выходной день Представителя Музея завода Открыли этот музей И музей Вятского Полянского Машиностроительного Да Молота И музей Шпагина Поэтому Все Без хлеба И соли Но встречали Этот мото Пробег Они задержались Они блуждали Где-то По Полянам Но у них были приключения Конечно и в дороге Все это описано Очень хорошо С фотографиями На сайте Советского Мотороллера Кто желает Может посмотреть Вот в итоге Приехал еще Очень интересный Человек По фамилии Ленок Это Начальник отдела Пропаганды Агитации Местного ГИБДД Вот с его помощью С его помощью С сиренами С мигалками Мы устроили Автопробег По полянам На нас Обратили Все внимание Поехали В музеи Посмотрели Они музей Завода Молот Вручили Своё знамя Сайта Поехали В музей Исторический Были в музее Шпагина И в итоге Все даже Постреляли И даже я Постреляли Из автомата ППШ Правда Автоматы Лазерные Но тем не менее И что интересно Вес И мощь Оружие Можно ощутить Он настоящий Просто стреляет Не пулями А видимо Сколько всего Мотороллеров Собралось На этот праздник Было Где-то 5 мотороллеров Поддержка И местные Потом приезжали Вот самое интересное Что Музей Шпагина Находится На Такой улице Которая ведёт К пляжу Был жаркий день Там 34 Потом 36 градусов И народ Там А то на прицепе Катера везёт А то просто едет Идёт Все останавливали Все смотрели Все говорили Вот у меня был У меня У деда У меня сейчас Приятное чувство Воспоминания И нашёлся Дед Наверное лет за 70 Ему было Из местных Он Да у меня же есть А я ничего не знал Конечно вот плохо Что они предупредили Потому что в полянах Есть Разные виды Мотороллеров И грузовые Даже самосвал Муравьи так называют Нет Муравьи это Тульский мотороллер А это Вят И устроили Большой парад Но вот один Этот дед Это уже Вечер Да Официальные Мероприятия Завершились И мы поехали На берег Вятки Разбили там Палаточный город Вот там Как бы было Общение Уже под Под вечер И вот дед Из местных Всё-таки рискнул Примчался На своём Мотороллере Это было зрелище Вот действительно Вот эта техника Которая родилась Ну Вскоре Может быть После войны В Италии Вот Дизайн такой Уже плавно переходим Собственно к истории До сих пор Производ Области И этим надо Гордиться Наверное Это надо Не забывать Что всё-таки Юбилей Мотороллера Был отмечен Вот А сейчас Наверное Что за юбилей И откуда он взялся И почему Всё это Почему с Италией Непосредственная связь Существует А обо всём Об этом поговорим Поностальгируем Давайте Да Предадимся Да Да На стаджи Такое Вот Раньше Я помню Год 72-73 Эти мотороллеры Уже не выпускались Они проходили стадию хлама Они были сильно уезжены И вот Я жил На Котябрьском проспекте Это Дома 86-88 И однажды После После Где-то Школы На каниколах Мы Во дворе Скинулись Кто по рублю Кто по 50 Копе Кто по сколько И купили За 5 рублей Вот Человека Вот Мотороллер Вят За 5 рублей Да И он стоял у нас во дворе Никто его никуда не угонял И мы Помню Всем двором Пацанами толкали Пихали Его с разбив Он заводился Только с толкача Вот мы Гоняли по двору Он едва тянул Дымил Что-то туда заливали Вот пытались ремонтировать Но Ремонтировали не очень Видимо успешно Но тем не менее Это был первый опыт Я может быть Вообще Не считая велосипеда На первом Механическом средстве Я проехался Вот по двору На этом Голубом С Красной Антовкой на крыле Мотороллеры Вят Вот с той поры Конечно я их помню Отлично Сколько их было Так что Тогда дворы Были заполнены Не машинами Ну даже не заполнены А просто стояли Мотоциклы Мотороллеры Под окнами В 60-е годы Никто В общем-то Не покушался Среда не причинял И вот во дворе Было несколько Подобных Мотороллеров Потом они стали Заменяться На другие Модификации Ну вот Ну давайте И откуда Все взялось После войны Может быть Вся эта история Начиналась В Италии Промышленность Италии работала На войну Было много Многооборонных Заводов И вот был Такой Промышленный Смотник Энтони Пиаджи Он был владельцем Авиационного Завода У него 44-й год Представьте Вот война Заканчивалась Бедное население Нищие На заводе Скопилось Множество Маленьких Моторчиков Которыми Запускали Авиационный Двигатель На самолетах То есть Не все Видимо От винта И вертели Пропеллер А более Это совершенные Машины Заводились От этого Вот этот Пиаджи Он Задумался И Решил Как Быть Ну надо же После войны Жизнь налаживать 44-й год Вот надо Что-то делать И поэтому Решил А мотороллеры Уже были Но еще Культа не было Хотя Большей частью Были И в Англии И в Америке Мотороллеры Это были Нелепые машины Часто сваренные Из труб Обшитые Прямыми листами Железа С точки зрения Дизайна Они Конечно Не представляли Интереса А баэродинамики Речь Нет Нет Это Табуретка С рулем Такая была И все И вот тут Поначалу Сделали Одну Модель машины Но она тоже Казалась Неудачной В общем-то Какой-то в ней Харизмы не было И потом Видимо Когда пригласил Пианджо Дизайнеров Просто нарисовали Сидящего человека В кресле В удобной позе А вокруг него Уже потом Прорисовали Мотороллер И вот Создали Первую машину И когда Заказчик Пришел Он Воскрепнул О, как прекрасно Это настоящая Оса Действительно Это была Стон Италии Вот с этими Такими Рыльями Осиное брюшко Вот такой Мотороллер Очень красивый Получился В Италии Который моментально Завоевал популярность Вы назвали его? Есть масса фотографий Вот я вчера В интернете листал Где даже Бриджит Бардо На этом мотороллере Сидит Масса красивых Итальян Там в узких юбках На мотороллерах Да они и сейчас есть Вот И образовалась Вторая фирма Курирующая Ламбретто В Италии Вот было два мотороллера На мой взгляд Ламбретто Она и не уступает Вообще Вот в Италии Видимо Толк Мотороллер Да и в мотоциклах Да и отчасти В машинах знали Вот тем временем Начали производить Потому что везде Народ был В Европе бедный Бензин был дорогой Уровень жизни Невысокий И понятное дело Что машины Были недоступны Поэтому делали Либо очень маленькие машины И вот вспомните Фильм Фантомас Когда еще в 60-е годы Французы ездили На малюзин Их сейчас бы назвали Микролитражки А тогда Вот мотороллеры Климат теплый Да конечно Одно удовольствие Ездить Мотороллер Комфортно И закрывать По области Вот Начали производить Всюду В том числе И в Германии Туда вернемся Но опять же Нашим итальянцам Вот Конечно Россия СССР в ту пору В целом Чуть-чуть Шли с задержкой Отставали Но Настали Те же Времена Те же условия Что Оборонные заводы Надо было Переводить На Диасификации Мирные рельсы Гражданскую продукцию Выпускать Вот знаете Первая Послевоенная Продукция Завода Молот Знаете Что было Не поверите Они Они делали Автоматы ППШ Вот из которых Мы стреляли А первая Мирная Была продукция Это взяли Диск Вот магазин Удопатроны Вставляется Он на две половинки Заварили в центр Круг Приделали ручку И получился Овшик И вот они делали После войны Из этих автоматов ППШ Овшик И на это все Было несерьезно Возвращаться К патефонам Которые Производили До войны Тоже в принципе Было не солидно Уже мощности Были Довольно Хорошо Разработаны Под Это оборонные Военные цели Ну и тем не менее Может и не от самих Полянцев Инициатива Исходила Решением Тогда Совнаркома Совнархоза Ну конечно Плановая экономика Все таки Да Было принято В 55 году Решение О производстве Мотороллеров Ну Сами представляете Железный занавес Где вот что Купить лицензию Это в принципе Не практиковалось Поэтому На завод Вятские поляны В 55 году Были привезены Два мотороллера Ламбретто и Веспа Оба итальянца Вятские жители Вятские поляны Начали их подробно изучать Что это такое В принципе Почему-то Все склонились В пользу Ламбретто Может быть И да Но Не знаю Вот Какой-то Лаборатория В городе Серпухов Да и вообще В Москве Вдруг Переметнулись На сторону Веспы Ну Что в принципе Может быть Я не знаю Конструктивно попроще Была Веспы Ламбретто Да они примерно Были на одном уровне Просто Поуже была Она больше Походила На современные Вот уже На более поздние модели Типа электрон Вот Эти И поэтому Было принято решение Производить мотороллеры Срочно Переоборудовали Никто же ничего Не умел Надо было штамповать Крылья Кузов Из железа Надо было Двигатель запускать Но все это Быстро освоили И вот В 57 году 60 лет назад Вышли первые Мотороллеры Они получились Тяжелее Если вес был 111 килограмм Веспы То у Вятки Получился 118 Двигатель Получился Поменьше Мощностью По разным причинам Пербюратор Тоже был Не совсем удачный Вот И единственное Что учили Что у нас Все-таки Рано темнеет И как-то Дороги Не очень ровные То сделали Фару большую Побольше фара Чем на Веспе И спидометры Были стандартные Спидометры Круглой формы А на Веспе Был Кто помнит Мотоцикл Ява Вот такой же Продолговатый Тапецевидной Формы Спидометры Вот запустили Вятку Конечно Была рекламная Компания Очень интересная Кстати Назвали-то Почему Вяткой? Вятка Изучил Вятка Какие еще Возможные Бренды были? Бренд был Веспа И Вятка К тому же Вот такой же Логотипчик Красивый У меня дома Кстати Лишит Оригинальный Шильди Вот он Очень похож Он также Наискосок Был Спереди На щитке Вятки И получился Очень харизматичный Мотороллер Была реклама В журнале За рулем Тогда единственное Автомобильное Издание И вот цена Его была Где-то 200 С чем-то Рублей То есть это было Очень доступно Потому что Минс И мотоцикл Катуры Больше был Для сельской местности Он стоил Уже 350 К примеру Мопед стоил Двухскоростной Мопед Рублей 200 Там попроще 180 В общем И ценовая категория Была хорошая Да и полюбили Во-первых По грязи Вот как там Я вчера смотрел Очевидцы В деревне Я на танцы приезжал Я там чистень И я там без сапог Я там на мотороле ревят А другие там парни На мотоциклах приедут Все в сапогах По деревенцам Единственный минус у него То что он мог ходить Только по асфальту А чуть дорога Была похуже Конечно ездить было Проблематично Руль вырывался Вот Но тем не менее Спрос был бешен Поэтому Вот так сразу Вятка стала пользоваться Приобрела народную любовь И начала расходиться Конечно Она же и в фильмах Во многих Причем Того времени Только на территории Кировской Просто это было Очень оригинально Нет по всему Союзу Сразу же Разбирали Почему-то От Мурманска До Алматы Эти мотороллеры Продавались Всюду-всюду Ну не знаю В Мурманске Сколько там Если 9 месяцев зима Остального лет То это меньше Кто-то Ну может Они по сугробам ездили В общем Завод-то был загружен Выпуском мотороллера Ну там они делали И прицепы Мотороллером Там Вот И кстати Начались модификации Сразу же начались Эксперименты К чести Изобретателям И рационализаторам Вятских болян Сама Вятка Она модернизировалась Постоянно Менялся Эрбиратор Увеличивалась Мощность Но были Уникальные мотороллеры Например Мотороллер Самосвал Такой Мини-самосваль То что Представляют Муравей Вот была Грузовая вятка Она была Поменьше Вот Где-то Говорят В полянах Еще один Живой Были Мини-цистерны То есть Продавали Пиво и класс Из цистерны Вот на мотороллере Были Это еще на моем веку Были почтовые Мотороллеры С надписью Почта Были просто Грузовые Много магазинчиков Фрукты Овощи В СССР Они просто Пользовались Услугами Наверное В штате Был Мотороллерист Называлось Профессия Даже в газете Помню Объявление В магазин Требуется Мотороллерист Хорошая работа Летом Я пошел На мотороллер У нас сделали Кабины Вот возили Чтобы зимой ездить Летом-то хорошо А зимой Наверное Не очень Но Вот было и такое Потом В музее В музее Завода Сохранился Вообще Очень интересный Мотороллер Делали 50 Эземпляров Для ВДНХ Возить Туристов По ВДНХ То есть Спереди Вместо одного Колеса Было два А между ними Такой мех И диванчик Вот там сидел Сидели двое человек Такой квадрат Сзади Типа рикша Типа моторикша Такой Спереди люди Сзади Вот он В музее Есть Это тоже фотография Можно посмотреть Это видимо Спецзаказ был Да Да Конечно Всюду А в Кирове Где непосредственно Можно было купить Спорт товары Они стояли Помню Ну вот Вят и я Уже Как бы довольно смутно Помню Что бы продавались Они в эмиссионном магазине Продавались Который был Где находился Вначале на углу Азина И Эрломар А потом на углу Пролетарский Эрломар А потом Этот же эмиссионный Кстати туда в школе Ходили как на экскурсию Потому что там было Столько всего И по радио И прием Электрогитары Мотоциклы Мотороллеры В том числе И антикварных Как бы сейчас сказали Потом его напротив За Тюзом Там на Московской Потом Напротив Тюза Где сейчас Там лавка Ностальжик Потом Его на Известнейшее место Это угол Ленина И милицейск И вот там Последние мотоциклы Продавались А сейчас На Пролетарской улице Вот этот Легендарный Эмиссионный И там Эти мотороллеры Продавали Была очередь Была некая запись Не Не было Или все свободно А потом уже Следующий выпуск Это мотороллер Которому Не придумали Название Тоже Вятка Но если Вятка Первая Называлась Просто ВП-150 Вятские поляны У Батуры Да Вятские поляны Следующий ВП-150М Это уже Мотороллеры Уже Как бы Не пузатый Вот был он Такой Плоский Были они Веселенькие Такие Зеленые Оранжевые Синенькие И вот эти Мотороллеры Они стояли Они в спорттоварах Штабелями Стояли В обрешетке Или просто Уже собраны Даже в ЦУМе Был такой Отдельчик Такой маленький Заходишь И мотороллер Они почему-то Да В деревянных Таких решетках Они стояли На попавке Стояли Ящики И вот в школе Приходишь Такой пятиклассник И думаешь Аааа Вот Вырансну Хочу Ну вот В дворе Это как раз Ученикам Это как раз В первую очередь Больше всего Хотелось Я не знаю Сейчас Вот были ли Такие темы О скутерах Что вот Такой-то Хонда Лучше Чем Судзу Или Какой-то Но тогда Все знали Преимущество Что Какой лучше Ну конечно Мотоциклы Это другая ступень Регистрировать Нужно было Мотороллер Права Получить Какие требования Объявлялись Я помню Когда купил То получал Уже белые номера Белые номера Это Сначала Были темные Изначально Это было позднее Белые буквы На черном фоне Выпускали Новые мотороллеры Начали выпускать В 1966 году Это была полностью Разработка Завода Вятских полян В 1966 год Выпускали Обе модели Пузатую Вятку И новые ВП-150М Параллельно А с 1967 года Это Я уже в третьем классе Пошла уже Новая модель Кто-то ее ругает Кто-то ее хвалит Она может быть Не имела Такой харизмы Но В принципе По асфальту Она шла хорошо Да и по бездорожью Уже лучше Было проще Управлять Она была сбалансированной То есть У Вятки Был еще У старый минус Когда бак полный Она идет ровно Когда бак опустел Он же в стороне То двигатель Начинался перевешивать На скорости Это не чувствовалось А вот где-то Медленно ехать Это да Или там По разбитой дороге Вот И постепенно Начали терять спрос А потом уже Выпустили В 1974 году Мотороллер Электронный Этот был Тоже знаменитый Легендарный Опередили Почти опередили В Японию То есть В Японию Завод В Японию Ушло название Вятка Просто назвали Электрон С электронным Бесконтактным Зажиганием Вот такой Мотороллер Мне удалось Купить Тогда уже Спрос падал Эти мотороллеры Стоили в начале 380 рублей Потом их уценили До 260 Вот Ну К тому времени Уже и мототехника Начала на полную мощность Работать Жевский завод В деревнях Все-таки Предпочитали Мотоцикл Аляску Чтобы сено возить Чтобы Свинью Там В Аляске Или тещу Прелесть Сельская жизнь Ну Ничего Ну Стали доступнее Жизнь стала Как-то Видимо Более Насыщенной И видимо В сельско-местности Люди стали Зарабатывать Побольше Вот Тогда Спрос стал падать Тогда уже Приняли меры И это В том числе Убрали Техосмотр Мотороллеры Не подлежали Техосмотру То есть Все-таки Пытались Техосмотр Можно было Да Без шлема Ездить До Средины 70-х А техосмотр Это Не то что Сейчас А в СССР Это был Полный кошмар То есть Вот я помню Где-то У нас на улице К примеру Хлебозаводской Выстраивались В СССР Мотоцеллы Автомобили Москвичи Жигули Вот если К примеру Почти От улицы Воровского И до Московской Это была очередь Еще и загибалась Хлебозаводской Да-да-да Почему-то там Целые несколько кварталов Да Почему-то там был И везде В ГИБДД Были огромные И поэтому Пройти техосмотр В СССР Это был огромный геморрой То есть Не было Особых нормативов Просто инспектор Мог придраться Вот а тут у тебя Раз Поцарапано А тут у тебя Резина А бывал Инспектор Наверняка Еще не совсем Понимал Что там Надо смотреть Мотороллер Рассвободили И они все равно Парни Помоложе Они все-таки Хотели Что-то такое более мобильный мотоцикл Минс, который мы называли гонять, а мотороллер это уже там степенно передвигаться, вот девушки в юбках могли, чтобы там комфорт уже не удивлял никого, и вот поэтому уже 79-му году стопилась масса мотороллеров на складе, и в 79-м вообще снялись производства. Давайте мы к этому уже перейдем после небольшой рекламы, сделать небольшую паузу, нам нужно скоро продолжить. 60-летию со дня выпуска, начала выпуска мотороллеров в Советском Союзе посвящается сегодняшняя программа, сделанная в Вятке ровно 60 лет назад. Мой ровесник, почти я встал на 7 месяцев. Знаменитые мотороллеры Вятка начали выпускаться, я сейчас задал вопрос Евгению Альбертовичу Питунину, историку-кроеведу, руководителю музея наук Вятского университета. Просто музей. Просто музей. Опредъявляли нам итальянцев какие-то претензии, непосредственность. Конечно, может быть на уровне коммерческом, и предъявляли, любой бы человек возмутился, если бы там, представьте, кто-то бы назвал бы вторую радиостанцию, и бы тоже возмутились. Но на фоне государственного не было, потому что в 60-е в конце шло такое сближение Италии, все это под конец войны союзники оказались, хоть там как-то воевали. Потом строили завод в Тольятти, было сотрудничество, это уже в 60-е начали разрабатывать модель автоваза. Ну зачем было там и Италии портить отношения у нас, к тому же было при Хрущеве железный занавес, все такое, в общем, как-то не предъявляли. Ни немцы не предъявляли Туле, ни мы. В Туле тоже делали мотороллер Т-200, это был мотороллер ГОГО немец, и он, конечно, был побольше, потяжелее, но тоже харизматичная машина, он был более люксовый, заводился с диностартера, то есть ключом, но с точки зрения дизайна, он, конечно, это и лег, воздушный ряд, и он уступал. Ну есть, и сейчас ездят, и любят эти мотороллеры, вот. И так мы остановились ближе уже к началу 80-х, когда спрос постепенно уже угасал на мотороллере. Динамика была не только спрос, постепенно уже угасал на мотороллеру, не только в СССР, в целом и в России, но и в целом мире уровень благосостояния повышался, и в странах, вот если даже вспомнить битловские времена, это 60-е годы, тогда и молодежные группировки ездили, были такие рокеры, они гоняли и на мотоциклах, там слушали Роллинг Стоунсы, и ходили в кожаных портах, а были моды, то есть это моды, они вот ездили на мотороллерах, слушали Битлз, и ходили уже в костюмах, теперь более были люди, интеллигент, ближе к хипстерам, если сейчас сравнивать, но английские мотороллеры, они, конечно, значительно уступали, вот я посмотрел в книге, это были просто угловатые табуретки, уступали наши, то есть вот эти моды, они были и помощнее там, и даже 100 сильнее, и это, ну, вот там, эти моды, там 10 фар на них вешали, там еще что-то всячески, и тюнинговали, но это было не то, вот все, и лучше ничего не придумали, но тем не менее, вот и на западе, и всюду уже пересаживались на машины, на большие мощные мотоциклы, и поэтому эти мотороллеры стали залеживаться в магазинах, последний я уже нашел в году, в 85-м я приехал куда-то в командировку, в Нему, и зашел в спорттовары, это был деревянный магазин, и там весь в пыли, в паутине, аж в 85-м году этот не распакован, мотороллер электронный. Есть у меня ощущение, что этот магазин до сих пор существует. В Неме? В Неме, да. Может и мотороллер стоит. Может и мотороллер стоит, да, кто его знает. Ну вот, поэтому в 79-м году скопилась масса мотороллеров на складе завода. Как-то вот можно было, несмотря на рекламу, вот к тому времени, и в журнале-то автомобильном за рулем там, что мотороллер это хорошо, ура, ура, но люди уже не удивлялись, уже не было, вот, ну, все-таки сравнить 57-й год и 70-е, 20 лет. Ну, конечно, да. Жизнь менялась. И поэтому было огромное наводнение в 79-м году, паводовядки, и вот эти мотороллеры, они все утонули прямо на складе. То есть склад находился на берегу? Не совсем на берегу. Ну, так или иначе, паводка не было закрыл. Он в таком нижнем месте, низком месте, вот, и они все утонули, эти готовые мотороллеры, их поэтому продавали по 75 рублей. Ну, это утопленники, как сейчас принято говорить, да? И вот таким образом я как-то под осень приехал, у меня родственники были в городе Соснов, это под Полянным, под Вятским Полянным. Я заехал, я купил, думаю, а, буду кататься тут, вроде, в гости приезжай на мотороллере. Я купил, я поехал в какие-то спорттовары, я оформил эти документы, чтобы там можно было на учет поставить. Я съехал на паром, переплыл на пароме Вятку, я впервые, вот, на этом, на мотороллере поехал в Соснов, вот, километров 15, но я получил такое удовольствие. Я потом гонял там по всем асфальту, где находил дороги, хотя их там не густо было в Сосновке, вот, поэтому я захотел этот мотороллер сюда. Мне его переправили в Иров, я багажом его получил, вот, у меня еще и прав-то не было мотоциклетных, но тем не менее я зарегистрировал. Я до сих пор плачу за него 12 рублей в год. Да ладно. До сих пор не снятся учета? Не снятся учета, хотя его уже нету, но есть другой, кроме того, вот, я исправно плачу 12 рублей в год, но, конечно, он, ну, может, я тогда меньше разбирался, но он ломался, он был уже настолько ненадежен, что я каждую поездку не был уверен, вернусь ли я на нем или там на чем-то. Но, несмотря на все это, вы с какой улыбкой, с какими чувствами вы об этом вспоминаете рассказать? Он такой разглубенький, был приятный такой, да, и все мы были молоды, веселы и спортивны, особенно срезало шпон на маховике, вот, я поэтому, мне отец сделал, он на заводе, я целый спичечный рабочий этих шпонок возил, а если срезало, то снять все это, это бог ты мой, это надо было где-то в самом неподходящем месте, на обочине. Потом я уже научился притеру специальной пастой с помощью... А для тех, кто не в курсе, если срезало шпонку, мотороллер не поедет. Да, 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 ну, это такие уже детали. Но, тем не менее, вот, я думаю, кто на них ездил, кто знаком с этой техникой, кто полюбили на всю жизнь. А сейчас, вот, даже, к моему удивлению, дети не знают, сижу я в гараже, и выкатил я вот свой электрон на улицу, там, проветрить, думаю, заведу сейчас, и парни идут, ну, может, лет, там, 12-13, и они, о, скутер, скутер, это чей, это у вас такой китайский? Нет, нет, это вот наш, российский, это делали вятских полянах. Да ну не может, я, да ладно. Вот читаю, написано, электрон, они, да, точно, ой, были, были, а мы, мы и не знали. То есть, уже, уже, вот, ну, не все, конечно, большинство-то понимает, вятку любой сейчас вот увидит, любой скажет, хотя там путают Волгу и Победу зачастую, и москвич, что даже, приписывают, да, мотороллеру знают все, насколько вот он. Ну, я могу предполагать, простите, их, в общем-то, довольно немало сохранилось где-то вот именно в сельской местности, где-то в гаражах. Я бы не сказал. Просто путешествуя по области, когда я езжу в гости с семьей, к своим родственникам, я слышу, что есть, вот это там, возможно, приедет пулиц. Я бы не сказал, вот, у меня было целых две вятки, и причем в хорошем состоянии, но благодаря, может быть, не очень хорошим людям я, в принципе, вот, как-то лишился внезапно этих мотороллеров, и сейчас все пытаюсь восстановить. Вот, недавно на Авито выставили в Ирове за 15 тысяч, ну, как-то вот дороговато, конечно, показалось для меня. Думаю, подарят мне на юбилей, у меня чуть позже, чем у мотороллера. Вот, думаю, что мне еще хочется, эту, да, пузатую вятку, пользуясь моментом, вот, все-таки в музее авиации, в госуниверситете нету мотороллера. Есть электрон, есть ВП-150М, а вот самого первого нет. Поэтому вдруг у кого-то где-то стоит в сарае, мы купим, или лучше всего примем в дар. Ну, можем и купить. Можно, если телефон сложно запомнить, то звонить на Эхо Москвы, Сметанину, а он уже передаст. Нет, вдруг у кого-то действительно мотороллер стоит, к тому же он будет участвовать на парадах, и еще у нас сейчас, в сентябре, нашим инженериуме будет открываться выставка местного отделения Союза дизайнеров. Это все, что разрабатывалось, и поэтому я хочу сделать выставку нашего техно-дизайна, и обязательно-обязательно поставить мотороллер в вятку, один из самых брендовых. Так что вот рассчитываю на помощь наших слушателей. А известна цифра, с каким тиражом, кстати, мотороллер разошлась? Это где-то 350 по одним подсчетам, а кто-то и больше насчитывал. Тысяч. Да, тысяч. Там и стотысячные отмечали в полянах, вот и такой-то. Эземпляр есть в музее ревеческом. Конечно, сейчас собрать в полном оригинале довольно сложно. Ну, позиция – это багажник такой, откидывающийся перед передним полисом сверху, вот еще чего-то. Ну вот, а потом поляны еще пытались. Вот кто-то, может, помнит такое название «стрижет». Пришли времена конверсионные, это был конец 90-х, снова там оружие вроде стало меньше интересовать, вот надо было. И почему-то, почему-то вот они предприняли такой шаг, то есть снова вернулись к мотороллерам. К слову, вот все оборудование, все станки и часть запчастей и готовые двигатели были отправлены в Узбекистан. То есть, поначалу это не просто закрыли, а вроде бы тогда Госплан, что-то такое, и они захотели из полян перевезти производство в Узбекистан. И вот им туда отправили, они, говорят, в эту пустыню где-то сгрузили с платформ, и так все вот эти станки по производству, там, заво, все двигатели, и все в Узбекистане, они, видимо, песком забезли, в барханы превратились. Что с ним произошло дальше. Да, и, видимо, не стали они это делать. А вот в 99-м году вернулись снова к мотороллерам. Но зачем-то, зачем-то они купили двигатель 58-го года, двигатель фирмы «Зимсон», который немцы разрабатывали почти тогда же, когда мотороллер вят. И вот сделали не скутер, не мотороллер, то есть мотороллер, он имеет принудительное охлаждение двигателя, а тут без вентилятора. И сделали вот такую нелепую, но забавную вещь под названием мини-мотороллер «Стриж». В том году я купил, еще даже не видел, и это была последняя попытка, они где-то не пошли. А тем не менее, сейчас вот если бы мотороллеры у нас сделали, и если бы хотя бы завод купил бы хорошую лицензию к рейсу, это были бы свои скутеры. Но это уже другая эпоха. Вот ушли советские мотороллеры, пришли пластмассовые скутеры, но мы помним, и на любом параде всегда внимание. И то, что отметили нынче, это было здорово. 60-летие мотороллера, не стоит забывать об этой дате. Вот надеюсь, что было приятно очень многим нашим слушателям повспоминать, поностальгировать такой славной страницы в истории нашего региона. Вот не успели, еще про Тульские мотороллеры рассказать. Хорошо, про Тульские. Еще не последняя передача, вернемся. Спасибо большое, Евгений Питунин, историк-крылевед, руководитель музея Вятского госуниверситета. Всего доброго, до встречи. Всего хорошего. Мотороллер, Вят, ФРВ.